Собственно, какая задумка главная? Что лежит в корне литина слова? То, что дисплей настолько детально передает информацию, что человеческий глаз сетчаткой не может видеть отдельных пикселов. Собственно, как это считается? Тут, кстати, интересная такая ситуация, что как раз порог ретинодисплеев это приблизительно 300 PPI. Все, наверное, помнят из полиграфии, что картинка считается достаточно качественной для печати, если у нее 300 DPI. Но, собственно, это одно и то же. Единственное, что есть маленький нюанс, не совсем корректно говорить про точки на дюйм, если мы говорим про пикселы. Потому что реальных точек нет, это электроника. Ну, на самом деле, весьма слабо. Собственно, но дело не только в том, что этих PPI стало больше, чем 300. Глубже гораздо расчеты. Расчеты ведутся исходя из того, под каким углом мы смотрим на каждый пиксель. И от этого, собственно, необходимо учитывать расстояние, на котором мы держим девайс. Собственно, если посмотреть на вот эту табличку, то здесь видно, что количество PPI у нас на MacBook Pro 220 сил. Но он уже считается ретинодисплеем. Этот слайд показывает почему. Исходя из этой математики про порог и про угол, под которым человек смотрит на пиксел, можно высчитать вот проценты. Собственно, насколько этот дисплей действительно ретина. Порог принят, по-моему, за какую-то долю градуса. И исходя из этого градуса, даже мы видим, что Asus Transformer... А, вы не видите, да? Последняя строчка. Asus Transformer Prime 226 PPI. Но он на 105% ретина. То есть он точно ретина. Опять же, то есть дело не так просто. Не только в PPI. Ну вот. Ну, конечно же, условно, можно сказать всегда так, не вдаваясь в математику, что чем больше пикселей на дюйм, если их больше 300, то это все. Это уже замечательно. Но, собственно, скачок был только один качественный, такой крутой. Как я уже говорил о Apple. Когда они выпустили после третьего айфона, четвертый, они вдвое увеличили количество пикселей физических. Ровно вдвое. Дальше, чтобы сделать из 27-дюймового современного монитора от Apple Retina Display, им нужно всего лишь там пикселей на 500 увеличить количество физических пикселей. То есть уже нельзя будет различить на том привычном расстоянии до глаз, различить отдельный пиксел. То есть тенденция, конечно же, это не только у Apple прослеживалось, но они первые качественно обосновали и начали эту идею продавать. А тенденция на увеличение плотности пикселей, она была давно. И она была всегда, собственно. Для начала несколько теменов. Может быть немного нудновато, но без этого тоже никак. О многом я уже говорил кратко в предыдущем докладе. Собственно, физические пикселы я уже говорил, что это, собственно, неделимая точка на экране, которая может светиться отдельным цветом. Вот без всякой математики, а именно сама по себе она есть. У нас существует, и она физическая. Плотность пикселей я тоже говорил. Собственно, единство измерения PPI. И на этом карте единственное, это проиндустрировано. О чем я еще оговаривался, бегло о том, что сводится все к medium density. Если у нас iPhone, если у нас на нем high density, то при расчете на CSS пиксели, CSS пиксели у нас находятся в режиме medium density. Но благодаря этому точек гораздо больше, и все-таки картинка выглядит намного более, скажем так, плавной, непрерывной, чем если бы физических пикселей тоже было medium density. Приводятся CSS пиксели к физическим пикселям, потому что так сложилось исторически. Изначально был какой-то дисплей, смогли сделать именно то количество пикселей, какое сделали. Выпустили лучшую детализацию. И если бы оставили старые операционные системы, старые все картинки, но увеличили бы количество пикселей в бою, то все было бы вдвое меньше. Это не вариант. Поэтому и есть у нас вот этот коэффициент pixel ratio, который мне уже говорил. Поэтому все сводится все-таки на уровне CSS к medium density. Как это выглядит? Собственно, CSS пиксели, о которых я уже говорил, и они же device independent pixels. Вот как это выглядит. Теперь зато проилюзутригировать хотя бы могу. Есть у нас какой-то блок 2х2 пикселя. Размеры, собственно, в HTML мы, естественно, сдаем в CSS пикселях. То есть 2х2 CSS пикселя. На HD дисплей выходит по 4 пикселя на каждой CSS пиксель, если говорить про площадь. Ширина 2. Поэтому коэффициент соотношения этих пикселей он двойка. Но не четверка, а двойка. Четверка это вот про площадь, если говорить. Так. Теперь соотношения сторон дисплея я уже вам говорил. Собственно, вот и соотношение пикселей. Pixel ratio. Вот здесь предвестировано, как именно берется это число. То есть мы берем либо ширину, либо высоту. Пиксели у нас всегда квадратные, и поэтому нет необходимости брать там как-то площадь или еще что-то. Просто берем ширину. Собственно, есть устройства, на которых соотношение пикселей тройка. К этому идет тенденция, но, собственно, достаточно будет оптимизации, наверное, в двоечке для начала. Именно прирост будет хороший при оптимизации для HD-дисплеев. Дальше, наращивая количество пикселов, мы не увидим такой эффект. То есть такого качественного скачка уже, наверное, не будет. Хотя загадывать, наверное, не стоит. Пример. С левой стороны, собственно, как был сделан этот пример. Была взята картинка, и она на устройстве с высокой плотностью пикселов. Один к одному размер был взят. То есть количество CSS-пикселей равнялось количеству пикселей внутри этой картинки. То есть мы понимаем, что CSS-пиксел делится еще в будущем на... Каждый CSS-пиксел на 4 физических пиксела. Но информация у нас есть только про один пиксель. Мы в растровой картинке храним информацию в свете только одного пиксела. Соответственно, при отрисовке на реальные и на физические пикселы есть небольшое размытие. Я не знаю, насколько это видно там дальше, но даже через проектор, а это реальный скриншот из устройств, даже через проектор видно, что левая картинка более размыта. Собственно, над чем мы боремся? Так, над тем, чтобы картинки были гладкие, непрерывные, неразмытые и глубокие. Ну, теперь уже, собственно, к делу. Как производится оптимизация? Я сразу оговорюсь, что вся оптимизация для ретинодисплеев, вся оптимизация для HD-дисплеев сводится к оптимизации растровых изображений или к отказу от растровых изображений в пользу вектор. Собственно, один из самых простейших способов – это добавить информации о пикселах. То есть, если у нас нет полной информации для каждого будущего физического пиксела, мы ее добавляем. Каким образом? Берем картинку вдвое крупнее, задаем ей масштабирование в CSS, что, кстати, считается нежелательным с точки зрения производительности по старым стандартам. Но, тем не менее, здесь это оправдано. Здесь это делается не случайно, не по ошибке. Здесь это оправдано. Из примера, я думаю, всем видно, как это сделать. И всем понятно. Единственное, что нужно сразу область применения обрисовать. Плюсы в том, что реализовать очень легко и поддерживать со всеми браузерами, даже старыми. Минусы, конечно же, в том, что вот эти крупные картинки будут скачиваться на тех дисплеях, на которых эта информация даже не нужна. А можно это будет держать? Да, будут дальше другие методы. Я начал с простого вопроса. Собственно, еще один минус в том, что при масштабировании на увеличение картины, конечно же, сильно качество теряется, заметно, глазу. Но даже при уменьшении картинки тоже немного мы можем видеть потери в качестве. Поэтому, конечно же, не настолько будет хуже качество, как при увеличении. Но все равно качество теряется. На обычных дисплеях, в общем, картинку в два раза больше. Если мы грузим, то мы в качестве все-таки теряем. Четкость. Так, более сложный способ. Собственно, здесь уже подмешан JavaScript, как вы видите. Мы можем определить все-таки, нужно ли нам оптимизировать, какой у нас дисплей. Если соотношение пикселей больше единицы. Собственно, это Pixel Ratio, о котором я говорил. Вот, как его можно получить в JavaScript. Если соотношение пикселов больше, чем единица, то заменяем в SFC. Плюс в том, что на обычных дисплеях у нас все так же, как и было, но абсолютно никаких изменений нет. Ну, единственное, скромненький скрипт прогрузится и все. То есть мы не потеряем ни в пусто действия, ни в качестве. Ну, так же есть минус. Может быть заметна подмена изображения. Картинка может начать грузиться, после чего мы ее, собственно, подменяем на картинку в два раза больше. То есть пусто действие может пострадать и может моргнуть какая-то картинка. Все зависит, конечно же, от браузера и от устройств. Так, и где там применимо, собственно, если в контенте у нас есть изображение, опять же, это тег-имидж, соответственно, это те картинки, которые должны быть в контенте. То есть не те картинки, которые используются для оформления веб-сайта, не бэкграунды, которые все с этим прописаны. Еще более интересный способ. Здесь и джуаскрипты, и уже и пички. И, естественно, серверный язык может быть и другим. Это реализация, то есть не бросайтесь, конечно же, копировать этот исходник в свои проекты. Это примеры. И из них есть исключения. Собственно, из первого примера исключение в том, что девайс Pixel Ratio, например, в Firefox под Android, но хоть убей, у меня единица на HTC One X Plus проверена в трех браузерах, на трех устройствах, в одном браузере, в Firefox и Bach. Собственно, конечно, это можно обойти, можно взять пару свойств других, ширина экрана, внешняя и внутренняя, и разделить одно число на второе, и мы получаем нотчик. То есть это можно обойти. Ну, вот это пример. Так, вернусь все-таки к слайду. Идея все-таки развивается предыдущая. Просто теперь уже мы нивелировали те минусы, которые были в предыдущем варианте. Нет подмены, потому что картинка на сервере была отдана уже под конкретное устройство. Но есть и минусы. Во-первых, первый раз, когда картинка грузится, сервер еще не знает, что это за устройство. То есть одна страница загрузится вслепую. Можно сделать перезагрузку страницы, конечно же, но, опять же, первая страница будет грузиться чуть-чуть дольше. И еще недостаток в том, что это может быть несовместимо, например, с кэшированием. Если у вас простейшее кэширование на уровне страниц, на уровне HTML, то нужно обязательно этот кэш адаптировать, чтобы он понимал, что отдельно нужно ложить кэш для дисплеев простых и отдельно нужно ложить кэш для дисплеев, у которых есть HD-дисплей, хотя есть HD-дисплей. Но этот вариант однозначно очень хорош для картины, которые находятся в контенте веб-сайт. Минусы уже не критичны. Следующий вариант. Это, скорее, даже не вариант. Это никак не альтернатива предыдущему. Это, скажем так, еще один прием, который может вам помочь в оптимизации в целом. Собственно, на стороне CSS можно бэкграунд-имиджи подключать, опираясь на пиксел-рейшу. Собственно, медиаквери, о которых я уже вам говорил. Вот как раз та более сложная конструкция, которой я пытался вас напугать. Здесь и немного более сложные условия, потому что есть как и такие логические. И здесь есть подмешана несовместимость некоторых браузеров и неподдержка некоторых современных свойств браузеров. Немного громоздко, но всем понятно. И к тому же эти блоки, как правило, копируются. Все прекрасно понимают, что такие заготовки нужны. Если вы используете какое-нибудь средство для автоматизации верстки, это LES, например, то можно написать функцию, которая будет сама это все разворачивать. А в вашем коде, в LES-коде будет все лаконично, красиво. И даже можно не подозревать, что находится под капотом. Обратите внимание, здесь pixel ratio 1.5. Я еще не говорил о таком варианте. Да, есть и такой коэффициент. Это нормально. Не только двойка соотношения пикселов. Например, у меня до современного телефона был P500, LG P500. На нем как раз было 1.5 соотношение пикселей. Но более того, когда я обновил прошивку, оказалось соотношение пикселов единиц. То есть не рассчитывайте на то, что это будет всегда двойка. Это зависит даже от браузера. Современные телефоны в разных браузерах, некоторые именно под Android, у Apple, к счастью, проще. У них есть конкретные девайсы с конкретными железобетонными характеристиками. На Android, по-моему, Nexus какой-то там в опере Mobile говорит пиксел рейша и пересчитывает на него как 2.25, а в другом браузере там двойка. То есть даже 2.25 бывает. Но что важно отметить, что на 1.5 оптимизировать, пожалуй, нецелесообразно. Но на двойку, если оптимизировать, то на 1.5 будет смотреться тоже хорошо. То есть это уже будут изменения размера картинки в сторону уменьшения, а не увеличения. У нас уже есть много информации, даже избыток информации. Этот избыток срежется алгоритмом сжатия картинки, и она будет выглядеть тоже неплохо. То есть хотя этих пиксел рейша коэффициентов много, но не стоит бросаться тут же и утраивать, учетверять объем своего кода, настраивая под каждый такой коэффициент. Я все рассказал, надеюсь. Ну, собственно, где использовать? Здесь уже проще, здесь уже нет минусов. Единственное, в чем может пострадать сайт, так это то, что немного больше будет весить CSS-файл. Но это не критично, о чем я уже говорил. Размер файла не так играет роль, как их количество. И при современном интернете главное это соединение, открыть, а файл залетит быстро. Следующий вариант. А, ну, собственно, можно комбинировать и использовать не только пиксел рейш. Если есть необходимость, можно использовать и другие миди-бэкс. Плюсы и минусы — это в целом к предыдущему и текущему слайду. Ну, собственно, по оптимизации растровых изображений, думаю, все. Но оптимизация также может быть решение отказаться от растровых изображений. Собственно, с вектором... Ну, поднимите руку тех, кто знает разницу между вектором и растром. Отлично. Я думаю, это же все. Значит, всем будет понятно. То есть это один из вариантов отказаться от растровых изображений. Отказаться мы можем не всегда. Некоторую графику изобразить векторно просто невозможно. Например, фото. Невозможно фото сделать вектором, которое сфотографировано на какую-то цифровую камеру. Так. Ну и, собственно, есть еще одна такая корректная проблема. Не все браузеры поддерживают. Но, опять же, зависит от вашего проекта. Есть ли в вашем проекте требования на поддержку только современных браузеров, то зачем вам растр вообще для икона, к примеру? Ну, опять же, нужно, чтобы были дизайнеры, которые в векторе рисуют. Ситуация бывает разная, и с вектором пока все-таки тяжело. Ну, он используется в некоторых сайтах. Еще один вариант векторной картинки SVG – это не делать ее отдельным файлом, а прям в ваш тема ее добавить. Но тут нужно быть осторожным, потому что объем очень громоздкий. Если это будет отдельный файл, то он будет сжат ГЗИПом и там закеширован как-то в браузере. И все, один раз будет загружена картинка, сжатая ГЗИПом. Если это будет внутри HTML, и это будет лежать рядом с динамическими объектами, то закешировать это уже невозможно. Ну, возможно, где-то пригодится. Я, например, один вариант придумал для себя, как использовать картинки, которые онлайн прописаны в HTML. Но это не касается SVG, это B6C4 картинки. Мне нравится идея сделать лоды, вот такой червячок, который гонится за своим хвостом, сделать его именно в B6C4 и именно в коде. Потому что меня раздражает, когда я открываю портфолио чье-то, а у меня первые несколько секунд только лодер грузится. То есть загрузка лодера, ожидание загрузки лодера – это уже слишком. Тем более, что лодер, как правило, применяется там, где очень много параллельно запросов на то, чтобы, собственно, грузить контент. И этот контент, он бывает, откладывая загрузку лодера, очень далеко. Но это не относится, конечно, к теме доклада. Иконочные шифты – еще более сложная штука, тоже векторная. Уже, я думаю, реже кто об этом слышал. Поднимите руки, кто знает. Отлично. Знают многие. Ну, даже не буду спрашивать, кто использовал. Это очевидно. Или кто-то использовал. Два человека. Круто. Я не использовал. И не хочу. Но применение, опять же, бывают такие проекты, если проект рассчитан на год, на два, на десять лет, то один раз нарисовать для него иконочные шрифты, даже в современных реалиях изменчивых, вполне можно себе позволить. Ну, собственно, я расскажу, что вам понадобится, будете использовать. Собственно, два варианта разметки. Левый более, скажем так, менее объемный, правильный. Все-таки, на мой взгляд, правый вариант. Почему? Потому что слева, уже в HTML, мы должны написать символ A. На этом этапе, я считаю, что мы не должны знать, что такое A. Мы не должны дать класс. Поэтому правый вариант мне нравится больше. Он в E не будет работать. Правый вариант? Ну, да, в контентный пол. Он не будет работать в E в седьмом? Да, в восьмом будет работать? По-моему, будет уже в восьмом. Ну, окей. Сколько осталось жить в восьмом E? Ну, я думаю, недолго. Собственно, опять же, насколько я уже говорил, ваш проект может вполне не подзумевать Internet Explorer в принципе никакой. Поэтому я рассказываю, а ваше дело где использую. Бравый вариант лучше тем, что он корректнее с точки зрения организации кода. У нас в HTML будет лаконичный спан с классом IconHead. И, собственно, все семантично и все понятно. А CSS файл, как правило, генерируется или пишется один раз. И далее он используется, этот иконочный шип. То есть мы очень часто используем, но один раз пишем. Если учитывать этот момент, то правый вариант, конечно же, лучше. Не нужно нигде писать документацию по поводу того, что символ А соответствует сердцу. Ну, собственно, плюсы и минусы. Не уверен, что стоит называть, но все-таки повторим. Минусы – сложность реализации. Этот шрифт нужно, во-первых, нарисовать. Во-вторых, в него, если понадобится носить изменения, то это уже действительно дорого и сложно. Ну, плюсы, конечно, то, что он масштабируется, как и, собственно, любой вектор. Цвет изменяется. Да, да, цвет изменяется. Это тоже очень хороший плюс, который вот здесь нет. Еще один плюс этого варианта в том, что его можно скачать. Можно не писать свой коночный шрифт. А это уже сразу упирает наш единственный, вот тот очень увесистый и серьезный минус. Если мы качаем чужой шрифт, который уже написан, и иконки нам нравятся, то мы вполне можем его использовать, пользуясь всеми плюсами. Теперь про всякие такие тузы, которые помогают нам оптимизировать быстрее. Ну, я на самом деле не брался бы за большинство из этих тузовин, но в некоторых проектах, я уверен, они могут пригодиться. Есть картинка, и Джесс сам понимает, если ей нужно увеличиться вдвое по содержанию. То есть он, во-первых, проверяет соотношение пикселов, и если соотношение пикселов двоечка, то он попробует проверить, есть ли такое изображение. Если он есть, он его загрузит. Но про быстропистое, насколько я себе представляю реализацию этого кода, как бы я его реализовал, но, наверное, это будет подтормаживать. Я даже уверен, что это будет подтормаживать. Но нельзя проверить существование картинки, не послал лишний запрос. Но зато очень просто реализовать. Подключить JavaScript и обеспечить присутствие картинок, увеличенных вдвое на серверной стороне. Вариант в чем-то лучше предыдущего в том, что не будет задержанных временных. Хотя... Ну, в общем, такой вариант. Очень многословная разметка показывает все варианты одновременно. И умный JS понимает сам матча-медиа, выполняя вот эти вот медиа, дата-медиа-запросы, понимает сам, какую картинку подключить. Гибкость очень высокая, но и слишком большая громоздкость. Как говорит Dark Usability кода на нуле. Ну, собственно, даже, думаю, все будет очевидно. Кто хочет использовать в проекте такую разметку? Следующий слайд. Инструмент для расчета PPI. Может быть, кому-то пригодится. Я, конечно, больше люблю искать справочные материалы в интернете. Например, на Википедии, хотя и кажется, малый источник так себе, на Википедии есть очень большой список устройств с большим количеством характеристик. Тех характеристик, которые не пишутся на розетке. То есть, соотношение пиксела, пикселерейшн не пишется на розетке. То есть, на Википедии в одном месте, на одной странице это все есть. Я бы мог, конечно, ссылочку предоставить, но зачем? Ссылочку надо где-то хранить, а прогуглить – это гораздо успеет. Вот это самый интересный вариант. Но, собственно, это не вариант оптимизации, ни CSS, ни HTML здесь нет, но хитрость есть очень большая. Вы, наверное, не видите, да, размеры, которые внизу указаны? Нет, не видно. Я сейчас продиктую. Собственно, три картинки, вы их видите. Первая из них – это обычная картинка маленького размера, то есть маленькая по количеству пикселов, то есть 1х, скажем так, которую мы использовали бы, если бы даже не знали про ретин. Допустим, мы решили оптимизировать этот ретин. Но этот JPEG нам нужно увеличить вдвое. Если мы его увеличим вдвое, при качестве, при компрессии, такой же, как была в первый раз, к примеру, 8%, он будет весить вместо 10 кБ, 60 кБ. Я думаю, все понимают, что если мы увеличиваем вдвое, это не значит, что мы 20 кБ получим, потому что по площади – это в 4 раза больше картинка. Плюс цвета нужно, матрица цветов хранить где-то. Поэтому это уже 60 кБ. Прием, ну, кто не прочитал еще, такой, берем картинку в 2 раза больше, но качество ей ставим не 80, как в первом случае, процентов от 30-40. При скейлинге обратном, в любом случае будет выполняться обратный скейлинг на уменьшение, вот все те негативные стороны высокой компрессии JPEG, то есть зернистость, они куда-то пропадают магическим способом. Это действительно работает. Сколько раз об этом слушал, столько раз докладчик и говорил, что это какая-то магия. Собственно, Артюх, о котором я уже, Юрий Артюх, о котором я уже вспоминал, приезжал в Харьков, не давно. Он тоже сказал, что это какая-то магия. Он до конца не разобрался, в чем дело. Я не пытался, но я верю в то, что это связано с алгоритмами сжатия картинок. Алгоритмы достаточно современные, хитрые, и они могут сгладживать вот эти негативные стороны, которые были при высокой компрессии. Окей, это работает. Можете проверить. В принципе, на мониторе, даже на слайде в PowerPoint я это вижу. Но у нас на холсте вы это не увидели. Если картина так уже, правильно? Третья справа. Третья лучше. Самая правая. Средняя. Секунду? Да-да. Самая... В общем, вот это самая плохая. А самая хорошая? Самая хорошая. Вот это. Ну вот это не намного хуже, но весит в 6 раз меньше. Это 10 кВт. Самая плохая. Это 11 кВт. А это 60 кВт. А как я в PNG сделаю, чтобы там была полупрофрачка? Не-не-не-не-не-не. Это не PNG, это JPEG. Только JPEG. В PNG нет понятия компрессив. Поэтому это абсолютно неприменимо. Это применимо для картинок, для фоток, например, для фотографий. Очень важно, если сайт с фотографиями, чтобы там была действительно оптимизация под рейтинайдисплей. Потому что вся идея этого сайта в том, чтобы демонстрировать фото, растровые изображения. А если растровые изображения при этом не оптимизированы, то это, собственно, очень плохо. Это уже страдает основная идея сайта. Собственно, как тестировать? Опять же, сделая небольшую оговорку, нужно разделить, наверное, на два этапа. Первая – это когда мы пишем коп. Мы все время проверяем, правильно мы что-то сделали или неправильно. А тестирование все-таки финальное выполняется, например, тестировщиками или нами же, но после завершения все выходит. И, собственно, очень удобно работать на этапе разработки, опять же, в Opera Mobile эмулятор плюс Dragonfly, удаленная отладка, которую я вам показывал на предыдущем докладе. Но тестировать я бы советовал, конечно же, после того, как вся разработка будет закончена. Вопрос? В хроме есть нативная поддержка изменения размеров динана в корпусе, на пабли, в том, где усказка, где у вас есть? Супер, в хроме есть нативная поддержка. Я озвучил еще раз, чтобы услышали остальные. Это хорошо, вариантов много. И, собственно, мне на перерыве советовали Intel от Intel, отладчик какой-то есть. Я обязательно погуглю, разберусь и, может быть, когда-то тоже так расскажу. Уже не про один Opera Mobile эмулятор, а про Chrome с ее нативной поддержкой и про Tozu от Intel. Так, еще один момент хочу рассказать вам про Pixel Ratio, про соотношение пикселов. То, чем я говорил, что в разных браузерах этот коэффициент может быть разным. Но, более того, тенденция сейчас идет к тому, чтобы он динамически изменялся даже в процессе работы с сайтом. Вы открыли сайт, воспользовались Zoom, и у вас Pixel Ratio изменился. Собственно, чем вызвана эта тенденция? Тенденция вызвана тем, что, по сути, этот коэффициент — это соотношение этих CSS-пикселов к физическим пикселам. Но когда мы пользуемся Zoom, то CSS-пикселов становятся больше и меньше. И если накладывать по справедливости эти числа друг на друга, то и коэффициент должен меняться. Но, конечно, это чревато тем, что у вас может при таких кардинальных изменениях что-то отвалиться. Но единственное, что я могу посоветовать, чтобы не пострадать от этих изменений в будущем, не завязывайте на Pixel Ratio подмену картинок. Сильно вот так вот. Особенно в JS. Это, конечно, удобно, но чтобы в будущем у нас не моргало ничего. Ну, я думаю, что разработчики браузеров, эту потенциальную опасность того, что картинки будут переподгружаться и моргать, как-то устойно. Или, возможно, будут грузить возможность наибольшую картинку, а потом уменьшать только в меньшую сторону. Посмотрим. Почему-то придет. Одну секунду. Кое-что хотел еще показать. А, собственно, вот на этом слайде. Я этот слайд вам уже показывал, но не рецентировал внимания. Есть информация справочная о том, на каком расстоянии, как правило, люди держат различные девайсы. Собственно, если это iMac 27-дюймовый, то это, как правило, 28 дюймов. Если это уже iPhone, то это 11 дюймов. Собственно, можно использовать. Потому что наши привычки могут не совпадать с общими привычками. И это часто упрощается чуть ли не до прикладывания iPhone к монитору. И мы думаем, влезет это или не влезет в iPhone. То есть вот так делать нельзя. Не упрощайте эту процедуру. Окей. Вопросы? Можно сейчас включить тот сайт, где скрипт подключал, менял картинки? Тут таких, наверное, несколько, но я сейчас подпросну тебе. Два. Рисал? Да, этот подменять. Рэйди срабатывает, когда уже все картинки подгрузились. Может, в этом случае лучше события load? Рэйди срабатывает тогда, когда дом объект сформирован. Но картинки... А если хотите, чтобы дотору картинки подгрузились, лучше использовать load? Это, конечно, хорошо. Но нам нужно это сделать в момент, когда, с одной стороны, весь дом загружен, а с другой стороны, еще не загрузились картинки. Но такого момента просто нет. Есть. Load. Load? Да. Но я думаю, что он начнет или попытается... Какой-то браузер точно попытается уже загрузить часть картины. В этом я уверен на 100%. Тем более, к примеру, все браузеры стремятся увеличить скорость. И какой-то из них уже будет начинать грузить картинку на том этапе, как только ее встретим. Ну, кстати, вот интересно, просто, не знаю, проверяли вы или нет, но, согласно документации, Рэйди как раз срабатывает, когда уже все полностью загрузилось, в том числе и картинки. И чтобы как бы картинки не было такого, чтобы картинки два раза загружать случайно. А, да, да, да. Чтобы как бы мы до загрузки картинку... А, ну так это GQuery, Рэйди. Он все-таки после загрузки дома должен стрелять. Но он не должен ждать все картинки, и тем более, эйфрейм. Ну, не ждет, нет, не ждет. Вот тут многие подтверждают. Это, конечно, хорошо, что есть люди, которые могут сразу и справочную информацию найти. Но дело в том, что это наоборот проблема, как отследить, когда именно картинка загрузилась. Они грузятся все в разное время, и после загрузки всех картинок нет никакого события. Это отдельная история, то есть это сложный механизм, как вычислить, когда все картинки загрузились. И если бы все было так просто на Рэйди, то многим было, жилось бы легче. Да, вопрос? У меня вопрос практического практика. Например, мы прислали монеты, которые нужно сверстать. Если там есть какие-то кусти, которые нужно в пусты и раз право в графике, которые нужно сохранить в своем детстве и показывать. У меня, например, нет в этом фотошопе картинки, которая в четыре раза больше, чем та, которая мне нужна. И что мне нужно делать? Да, это, кстати, очень хороший вопрос. Собственно, ретинооптимизация должна начинаться на этапе, на котором рисует дизайн. Но она, как правило, не начинается на этом этапе. Есть ли смысл скейлинга в фотошопе сохранять, если он хочет делать шарп-скейлинг? Есть небольшой смысл, но разница будет минимальная. Все-таки алгоритмы скейлинга в фотошопе лучше, чем скейлинг в браузере. Поэтому особенно лучше, чем скейлинг в мобильном браузере. Если вы замечали, в мобильном браузере будет что-то когда скейлится, там даже баги такие, полоски какие-то появляются. Да, есть смысл, хотя так, ну не то, это не будет глубоко. Ну, это будет лучше, не будет каких-то багов, но, конечно же, хотелось бы, чтобы нам дизайны приходили в высоком качестве. Но такого я не видел еще. А вот я тоже. Я думаю, что индустрия, она адаптируется к этим, сейчас промежуточный какой-то момент. Еще когда говорили про SVG и что не поддерживает, ну там FIE, там не поддерживает, то как бы есть же шерст Рафаэль, можно использовать Рафаэль. Ну, я не знаю, не пробовал, надеюсь, что эта штука работает. Не, Рафаэль точно работает. Просто я... Ну, SVG, там где он поддерживается, и там не поддерживается, он использует VGA, который поддерживается VE. Это, конечно, хорошее замечание. Я надеюсь, что эта штука работает. Просто я столько сталкивался с разными ситуациями, когда приходилось в VE подключать какое-то решение, скажем так, ненативное. Например, PIEHTC, кто-то помнит? Да, да. Вот. Как мне понравилась эта задумка, но как я обломался, когда понял, что это в реальной жизни не выходит сделать. У меня такие баги были на сайте. Какое-то черное пятно какое-то, еще какое-то... У нас просто крошился браузер. Да, да. Долго тормозит, а потом хоп и упал. А еще тяжело было нашим верстальщикам, им приходилось тестировать на виртуальной машине, а это все тормозило еще больше, чем нативный браузер. Никто же не держал у себя E6, им нужно было более современное. Да? Можно вопрос немножко неотъяснить? Скажите, почему мобильная система так быстро увеличивается в игре, а у десктопов нет? Чем это связано? Это связано с тем, что десктопы уже очень близки к этому значению. Как я уже говорил... Десктоп, смотрите, full HD десктоп 23 дюйма, 22 дюйма, а full HD телефон это 5 дюйма. PPI совсем раз. Я покажу сейчас эту табличку. Нам нельзя говорить только о PPI, надо еще говорить о расстоянии до этого устройства. Вот. То, о чем я говорил. На Asus Transformer Prime количество PPI всего лишь 226. Но при этом его можно считать ретином, потому что далеко. Собственно, что у нас есть еще? Вот. Ну, конечно, не очень хороший пример, но пускай. iMac 27 дюймов, 109 PPI это очень мало. То есть это в три раза меньше, чем на iPhone PPI. Но расстояние до него 28 дюймов и, соответствуя ретине, 89%. То есть этому огромезному дисплею, у которого по ширине 5000 пикселей, добавь еще 500 пикселей, и все, он ретина. Добавить ему 10% пикселей, и все, он уже ретина. Тут учитывается не только плотность пикселов, но и то, под каким углом мы на эти пикселы смотрим. Но если смотреть на палец спереди, то видно точку. Если смотреть сбоку, то видно палец. Весь. Большой. Я не знаю, насколько это точное описание, но зато я думаю простое. Зависит еще от угла, под которым мы смотрим на пиксел. Угла, в смысле расстояния. Именно угла. От расстояния зависит угол. Если расстояние от меня сейчас до стенки прямо, вот до монитора, скажем, сколько здесь? Метров 5? Да? 6? 10? Я не очень ориентируюсь. И под монитором стул, до него такое же расстояние, да, приблизительно. Угол, если я буду смотреть на монитор и на стул, он маленький. Он градусов 10, не больше, но мне отсюда видно. А если я подойду впритык, то я буду смотреть вот так. И этот градус уже будет 90 как минимум. Соответственно, расстояние влияет на угол, под которым я смотрю, на стул и на монитор. В каким углом, в смысле, как вы поднимаете эти ляпицы? Вот этот угол. Сейчас он небольшой, градусов 10. Если я подойду впритык, он будет градусов 90 и больше. Наверное, стоило проиллюстрировать. Да, потому что сейчас примеры монитор стулу не самые удачные. Ну, какие есть? Есть еще вопросы? Спасибо.